здравствуйте уважаемые коллеги всем известно такое выражение действует как красная тряпка на быка ну все привыкли даже сейчас шутка появилась по поводу вождения машин что быки не переносят красного цвета и поэтому едут всегда на желтый но дело в том что у быка реально черно-белое зрение ему все равно какой тряпкой махать перед его носом поэтому по традиции у мутадоров которые работают на арене у них там у лето плащ красного цвета она будет зеленый быть и желтые черно-белые это неважно вам понравится если у вас перед лицом будут постоянно махать хоть тряпкой тоже разъяритесь как бык и будете бросаться что от быка и требуется потом кто кого уже убьет вот жестокая вещь корида ну испанцы ее любят так вот ввк черно-белое зрение и он раздражается любую тряпку тем более его еще пиками колют так далее вот но однажды впервые в мире испанский физиолог именно хосе дель гадо он придумал такую вещь сейчас уже шарко используется распространяется изучается он стал внедрять электроды в мозг быка мозг сам не чувствует боли он чувствует все наши чувства ощущения да но там нет болевых клеток и вот в электроды приденные зоны можно вызывать сильные эмоции там и состояние вот у животного этот разъяренный бык на арене стоит совершенно ученый так сказать маленькой коробочкой в руках на нем летит разъяренный бык он нажимает кнопочку сайт импульс 100 зону где мозга которая гасит отрицательные эмоции гнев и бык становится мирным теленком то есть вот такие опыт он проводил не серая на все красные тряпки но сейчас уже более развито очень хорошо физиологи изучили нейрофизиологи вот зоны мозга как там что работает как можно влиять на это вот до того сейчас уже поговорю таких вещах что возможно очень скоро нейромир уже не просто интернет а нейромир прямая связь мозга с компьютером сетью будет осуществляться ну скажем в роддоме вашему потомку будут сразу микрочип внедрять в мозг и он будет совместно с мозгом работать совместно с интернетом удобно да связь с любой библиотекой мира заказ там 40 симфонии моцарта за интернета оркестр венской оперы герберт фон караян и прямо на слуховой нерв в идеальном звучании все это будет звучать на лбу видимо будет лампочка я в интернете часто так все уже в телефонах а тут еще и в интернете будет удобно да но с другой стороны есть можно послать импульс и что-то закодировать что-то приказать в одно здесь такие вещами надо быть осторожнее и вспоминать хосе де льгада тот хотя бы в мирных целях успокаивал быков а красная тряпка для быка безразлична он на любую тряпку реагирует уважаемые коллеги довольно давно уже однажды на сайте на своем я разместил такую статью что ли совет первокурснику давно работаю преподавателем и заместителем декана был свое время в культете но всегда сталкиваешься с этой проблемой на вот лекции студент не просто что недобросовестный там разгильдяй какой человек бывает и старается пытается что-то понимать ну трагедии просто случается как писать лекции по философии преподаватель что-то говорит я все пытался писать дословно не успеваю ничего не выделяется там главного не подчеркивается математики чаще наоборот пишут формулы молча говорят в концерт сколь скоро это так вот приходим такому выводу но мысль была главная кстати один юноша прислал такой не помню из какого города он такой ответ что ли если бы я все это знал раньше меня бы не выперли из университета а собственно там была простая мысль вот работа на лекции самый главный как и студент учится сам вот в школу вас приводится за руку родители и там не спрашивай вашего согласия определенный объем знаний каких-то умений но вырабатывают а в уст вы приходите добровольно зачем-то это как шведский стол вот тебе расстелили выбирай что хочешь тебе просто предлагается вот а многие студенты и не объясняют им они считают что этот как просто школа только уроки длинные коллекции кончились уроки кончились значит побежали домой или пиво пить а вот студент в отличие от школьника он бежит библиотеку должен бежать интернет работать с текстами с лекциями с книгами он учится сам лекция дает ему такую канву и у нас до сих пор там чуть ли не 16 век с тех веков информации это полно интернет книги диски флешки ну все что угодно но до сих пор наш студент считает что вот и преподаватели многие надо пересказать весь учебник в лекциях копирует лекции где не был да вот лекции у меня есть вот их надо вызубрить выучить сдать экзамен и даже не 19 век это средние века в нынешней информационной среде так работать но даже пусть так вот вы приходите за лекции пусть там материал который не опубликован интересный профессор прочее но как работать на лекции как писать начинайте с техники на вас есть тетрадь хотя называется общая тетрадь и часто студенты пишут с одной стороны до переворачивать другой стороны другой конспект ведут а вдруг потеряете или кто-то попросит на ночь своих конспекта вам нужен а вот там где дисциплины как не печально но писать лучше в одной дисциплина в одной тетради ну наобороте можно писать скажем здесь лекция с той стороны семинарские занятия подготовка не какие-то практические занятия записывать приходите вообще чем пишите ручкой ручка пишут паста кончается всегда очень неожиданно и у соседей запасной ручки не будет это точно закон жизни значит что вам надо иметь несколько ручек с собой хорошо пишущих как по маслу все это такое ну есть представители которые считают нужным до остановиться подчеркнуть что-то продиктовать то когда принимаешь экзамен допустим после экзамена студенты ушли из парт достаешься конспекты где вот представишь и приходишь в ужас студент четвертого курса сдал экзамен в тетради написано только то что рисовал на доске и записано то что я продиктовал ни одной мысли от себя ничего это очень напряженная работа надо не просто вот то быть тогда преподаватель диктует студент записывает он начинает что-то пояснять примеры приводить студент отключается потом опять так за поставь свое место ксерокс или давайте сразу распечатаю конспекты вам раздам и и у вас лекции есть то есть вот это вот действительно очень серьезная работа на напрячься действительно пытаться вникать списать что-то от себя добавлять примеры не прошу вы перескажете определение любой предатель спросит то придите пример как вы понимаете вы пример не записали то есть это вот такая им сказать время быстрее протекает чем когда какие-то паузы на продиктовал я записал время тянется еще что диктует я еще записал отчет нарисовал на доске лекции так длится очень долго и скучно когда вы думаете пытаетесь вникать и пометки от себя делаете вот это вот получается и еще одно в теории рекламы есть такая изгономерность что ли вот если текст до 1000 знаков повторить 12 раз то человек его запомнить не желая запоминать 12 раз но рекламе короткий текст не 1000 знаков а вот семестр 17 недель если каждую субботу вы берете все свои конспекты и просматривать их не зубрите не учите они будут накапливаться конечно 17 раз вы просмотрите все записи которые делали на лекциях что-то привлечет ваше внимание да непонятно спросите там из учебника выпишите дополните конспект в сессию вы откроете как нечто знакомое когда начнете готовиться к экзаменам а не какой-то ужас который неужели все это я сам писал потому что очень многие студенты на лекциях как живые ксероксы просто переписывают и записывать под диктовку смыслю вот сейчас запишу эту муру а в сессию буду разбираться все все бывает уже поздно так что лекции это серьезная работа но в то же время на просто канва направляющий студентов куда еще идти какие книги читать какие стразделы в интернете зачем работать вот тогда это будет именно учеба эффективная учеба а не просто хождение на лекции желаю в этом успехов уважаемые коллеги вот покойный папа римский ан павел второй он поляк не очень-то любил россии естественно но он однажды так сказал год если вы хотите чтобы ваши дети выросли нравственными людьми пусть они смотрят советские мультфильмы колыми на советские ну хоть и ну погоди там бременские музыканты но мало ли с мультфильмом было по нашим сказкам не по нашим но почему сказал потому что советские мультфильм они ну классики следовались сказка это будет другая какая-то история но добро побеждает зло есть какой-то воспитательный эффект там плохо вести себя нехорошо за преступлением следует наказание ну такие какие-то вещи это были советские мультфильмы я не говорю про западные это вообще кошмар квадратные штаны там какие-то монстры просто глаз царапает это детям вообще нельзя показывать идиоты вырастут вот а вот уже нынешние российские мультфильмы хоть очень популярные вот довольно давно уже наших экранах вот смешарики сериалы вот автор этих смешариков на задумывается проект они так говорили вот это будут зверьки какие-то там зайчики лисы там клопки и так далее вот круг основа круг вот дети уже умеют рисовать кружок да они же будут перерисовывать с экрана там с книжек кружочек они легко нарисуют а дальше добавить там ушки рожки для лося там ушки для зайчика очки нарисовать и почти похоже почти точно получается то что они видят на экране они там разыгрывают разные сценки какие-то ситуации но это животные так сказать да милые животные зверушки игрушки появились мягкие игрушки так далее ну очень такой интересный хороший проект учащий чему-то видимо хорошего но не монстры и не квадратные штаны а вот сейчас все посходили с ума родители и дети маша и медведь причем убеждает ой какой отличный современный мультфильм смотрите маша в платочке в русском сарафане но в модных кроссовках маша современная в то же время и русская душа вот это все и медведь и что творит это милая маша она гоняет эту медведя до истерики она все взрывает ломает пачкает одежду своими здесь стирает и адаптировать отмывает приводит в порядок маша опять все ломает громит то есть медведь олицетворение взрослого мира маша ребенок маша должна еще воспитаться до состояния взрослого мира и что получается что она не творит он никого наказания не счет она может не со зла просто по дурости детской но наказания нет оно должно быть а медведь остается в дураках это похоже на том и джерри то есть мышонок этот джерри он паразит его никто не зал этот дом о том код он охраняет дом от мышей и он всегда остается в дураках есть такой же выверт американского типа родители сейчас что мы им же не я когда не социальных сетях включает мультик ребенку смотри вот маша и медведь он конечно смотрит лет 14 ребенку исполнится позволяет из полиции родителям скажет ну тут вашего сына задержали как скажут родители как задержали мы его никогда плохого не учили и вот на месяц полицейского спросил а хорошему учили когда-нибудь или включили машу и медведь ну дождетесь результата довольно скоро у меня в мае такое печальное событие у меня умер друг старый друг но мы в смысле пожилой по возрасту был юрий тимофеевич маланин он полковник танкист такой настоящий полковник все время в сирии еще в те годы 70-е был советником служил гдр был командиром полка под волгоградом просто вспомнилось недавно госдума приняла такое решение вот помните было в шестьдесят восьмом году вошли войска варшавского доора в чесловакию там был мятеж и не только наши войска немецкие там польские тоже входили ну-ка внести порядок и вот юрий тимофеевич он тогда служил как раз гдр был лейтенант командир танкового взвода вот он вошел в историю тем что он первым на его танк вошел на территорию чесловакии чем как он рассказывал у нас около 20 тысяч танков было 40 тысяч танков нацеленных на европу 20 тысяч на китай и основная масса танков была прямо гдр находилась учить его до ла манша дайте до трое суток вот под подъезжаем из по дороге пограничный пункт чешский стоит я пушку в окно направляю и посылаю солдата посмотреть что там вот зашел то в заставу возвращается ведь товарищ лейтенант там никого нет как никого у чехи ушли никого нет у них там суп еще теплый еще попробовал них обед был накрыт и все автоматы аккуратно стоят в пирамиде чехи ушли ну так можно даже приказ дали не отказывать сопротивление это бесполезно разумные командиры чехловатской армии программ войсках не стали подставлять солдат вот но войска вошли порядок то вели а вот сейчас чешское правительство взмущается говорит шабана оккупации там счет такое это ребят этого американцам же можно везде вторгаться в зоны своего влияния но тогда был мощный советский союз идут крис в нашем подбрюшье в нашей территории практически нашей зоне влияния хоть безобразие но пришлось навести порядок и вот тебе юрий тимофеевич царствие небесное он был тем лейтенантом которые тогда навели порядок в этой стране знаете немного о погоде вот в этом году в 2016 ну достаточно такая дать взлетнувшаяся зима была еще такая в мире какая-то неприятная весна холодная да и сейчас даже летом все еще кто-то пасмурно дожди похолодание потепление и так далее да вот я помню что семьдесят девятом году было примерно то же самое 3 мая помню точно на деревьях ни одного еще листочками распустилась очень холодная была весна и такие циклы повторяются обычно жалуются да и начинают там рассказывать про глобальное потепление там прониковый эффект и прочие прочие вещи в этих случаях легко парировать хотя пушки начитали евгения онегина читали вот там такая строка есть зимы ждала ждала природа снег выпал только в январе ну почти как сегодня у нас вижу при пушкине такое было и вот один доктор из батнаук забыл фамилию к сожалению москвы он так рассказывал да что мы бурили горит древние льды в антарктиде в гренландии поэтому керну льда можно оценить в каком столетии в каком году примерно образовался этот лед и в эти керны в морожен древний воздух в реке воздуха то есть их просвечивает лазером лазерной спектроскопия можно оценить ну среднюю температуру там с содержание ионов кислорода водорода и изотопов ну какая температура средний было на планете вот в таком-то году в таком столетии так далее и уши получается 500 600 лет в плане существуют такие циклы вот это похолодание потепление ну просто происходит когда человека не было не было автомобилей никаких там парниковых эффектов фабрик заводов а это было ну скажем сейчас в лондоне пальмы растут в открытом грунте благодаря гольф стрима а было время темза замерзала как и волга у нас это будет сразу 560 лет просто колебания проходят они совершенно не заясят от человека от его технологии там все это разговоры о парниковом эффекте газах там так далее представьте себе вот 7 миллиардов человек на земле живет представьте что мы их собрали всех всех в одно место и вот эту толпу можно разместить на площади 40 на 40 километров все человечество там уместится в плотной толпе это площадь москвы и ухите что жалкая пыль на поверхности планеты влияет на какие-то атмосферные процессы глобальное потепление сами заводами пароходами датфу ерунда это для планеты земля один выброс вулкана покрывает все эти выбросы человеческой цивилизации так что просто клические процессы но их часто используют для того чтобы подтолкнуть какие-то коммерческие проекты политические проекты вообще зимы ждала ждала природа снег выпал только в январе все уже было на этой планете уважаемые коллеги продолжим разговор о казанских улицах одна из немногих улиц на которой есть хотя мемориальная доска в память кого она названа это улица и чуйкова на кварталах василий иван чуйков маршал советского союза но гражданскую войну был связан в общем с казани в каком смысле вот поселок азина в казани в честь начдива начальника девяти красных азина латыш латыш латышский стрелок вальдемар азен по-русски произносил свое фамилия владимир азин чуйков у него был командиром полка гражданскую войну но потом значит его военная карьера развивалась и на самый славный в его биографии это событие это сталинградская битва и обороняли сталинград вот знаете битва завершилась окружением 22 немецких дивизий это была величайшая битва может человечество отечественной войны но как говорят здесь мы сломали хребет фашизму уже был коренной перелом произведен и после курской дуги немецкая армия только отступала никаких крупных мероприятий они и вели но василий иванович служил сюда маршал советского союза и завещал себя похоронить на мобаевом кургане рядом со своими солдатами мамаев курган это самая большая братская могила в мире сколько там официальных могил просто может быть забытых солдат похороненных наспех нам весь усеян солдатскими могилами и вот здесь на волге они не прошли ну сотни метров оставались буквально и здесь же стоял командный пункт родимцева значтива командующего армии но на другой берег их не пустили вот таких людей это напомнить но слава богу что хотя бы одна мемориальная доска в память василия ивановича чуйкова на улице чуйкова есть хорошо бы на других улицах такие же мемориальные доски установить до свидания